всем привет друзья сегодня пробуем чуть необычный формат разговорного видео но надеюсь что вы оцените по достоинству итак в эфире аспект в студии как обычно я аня алтопармак и мы начинаем почему я сказала что формат необычный все потому что я решила расписать вам трех важных политиков из гагаузии каждый из которых играет определенную роль в развитии автономии последний год начнем с депутата народного собрания гагаузии александра тарнавского александр григорьевич последний год в каждом своем обращении в социальных сетях чуть ли не на каждом заседании народного собрания гагаузии выступал за то что кишиневу и центру нужно прийти к консенсусу человек который в открытую говорил насколько плачевная ситуация в гагаузии о проблемах и их решении тарнавский один из немногих людей который в открытую говорит что башкану евгению гуцул нужно уйти в отставку пока ситуация не стала хуже хотя куда еще хуже кстати немаловажный момент александр тарнавский помимо того что является депутатом нск также был и вице-спикером почему был потому что в начале мая голосами 19 депутатов его сняли с должности я про это рассказывала в одном из своих выпусков но напомню еще раз заявление с требованием снять александр тарнавского с должности подготовила группа состоящая из 11 депутатов депутат николай андрушой заявил что тарнавский на протяжении многих лет подыгрывает своим куратором из центра и пытается изнутри развалить автономию больше всего меня убили слова андрушой а я никак не могу понять своего коллегу почему он целенаправленно выступают против гагаузии при этом он занимает должность вице-спикера народного собрания действительно против гагаузии какая ужасная несправедливость так вот долго депутаты спорить не стали и 19 голосами проголосовали за отставку тарнавского один человек был против и 13 бюллетней вообще не были использованы большая часть неиспользованных бюллетней это депутаты от фракции социалистов ходе интервью с председателем фракции коммунистов и социалистов в народном собрании иваном деметрогло выяснилось что они отказались голосовать за оставку вице-спикера в назначении которого не принимали участие что самое интересное по словам тарнавского в тексте заявления нет ни одной ссылки на нарушение им регионального или национального законодательства александр григорьевич подал заявление в комрадский суд первой инстанции дабы оспорить заявление и вот 23 июля суд аннулировал постановление нсг об его отставке и признал решение незаконным на момент записи программы это была последняя новость связанная с его делом есть вероятность что решение будут оспаривать короче друзья это просто классный политик с рациональным аналитическим мышлением который ну действительно старается работать во благо и развития гагаузии даже когда перед ним стоят такие преграды но раз уж мы пошли по депутатам давайте продолжим дмитрием константиновым по мне так максимально отрицательный персонаж председатель народного собрания гагаузии депутат уже ни одного созыва по сути председатель это мозг голова всего процесса назвать их и хотите который мало того что должен аккуратно руководить народным собранием чтобы избегать лишних конфликтов так еще и показывать себя только с лучшей стороны но я вам напомню три ситуации из многих кстати говоря первое когда в голову господина константинова пришла на мой взгляд гениальнейшая идея вернуть гагаузскую республику как было дело в гагаузии 9 сентября 2023 года должен был состояться съезд депутатов всех уровней автономии председатель нсг дмитрий константинов комментарии для приднестровского канала не исключил что на заседании рассмотрят провозглашение республики гагаузия а все потому что этого требует народ и вообще центральной власти молдовы вяло относятся к нашему гагаузскому законодательству после этого экс-депутата ныне генеральный секретарь партии платформа достоинства и правда левиу вовк направил жалобу в прокуратуру на спикеры народного собрания гагаузии дмитрия константинова потребов завести на него уголовное дело по статье сепаратизм константинов конечно же после этого ну как-то очень резко передумал пошли заявления что он против сепаратизма и он ни в коем случае не поддерживает путь отделения от молдовы конце марта этого года в студию грт на программу пригласили министра инфраструктуры и регионального развития молдовы андрея спыну министр должен был получить право на реплику после заявлений со стороны спикера ведущая программы имен называть я не буду заявила что ну вот как бы господин константинов тоже хочет принять участие в одной программе со спыну на что министр отказался сказал что не хочет сидеть за одним столом с теми кто встречался и вообще имеет какое-то отношение к шору по мне так это весомое оправдание которое можно было принять во внимание и пойти дальше но тут прямо в прямом эфире в студию врывается дмитрий константинов конечно не обошлось без скандала господин спыну вышел из студии а вот константинов остался и на вопрос почему он решил войти в студию прямо во время записи интервью заявил что нсг вообще-то является учредителями и мы имеем право приходить на грт опять-таки продолжим ситуация 3 25 июня состоялось заседание народного собрания гагаузи во время рассмотрения повестки между депутатами разгорелся спор в ходе которого один из депутатов вырвал у константинова микрофон короче некоторым депутатам настолько уже надоела сложившаяся ситуация самом народном собрании что то ли во время перерыва то ли после заседания группа депутатов ворвалась в кабинет спикера и потребовала как пишут везде в новостных порталах его срочной отставки а тут больше ничего рассказывать не нужно чтобы понять какой из дмитрия константиново политик и сколько всего он сделал для развития гагаузии вместо того чтобы делать что-то в плюс процент хороших дел и поступка ушел далеко куда-то вот знаете прям апнулся в минус евгений агуцул наш многоуважаемый башка год правления прошел а из чего-то реального и весомого для гагаузии только судебное дело и митинги сложно сказать какой из гуцул политик потому что ну ничего хорошего в принципе сказать нельзя но он только гадости приходит прости боже то что гагаузию теперь ассоциируют шором может это хорошо или то что отношения с центром разорваны в пух и в прах это тоже хорошо а подождите то что россия теперь наш главный стратегических партнер вот это наверное очень хорошо нет нет и еще раз нет вспоминаем шор это беглый преступник осужденный в молдове на 15 лет без поддержания нормальных отношений с центром гагаузия лишилась уважения и стабильности а россии вообще полмира ввели санкции из-за войны в украине но нет россию наш башкан все равно любит как и любит туда кататься и давать интервью каким-то региональным каналам в том числе господину соловьеву который как по мне ну слишком агрессивен это я еще стараюсь выражаться мягко после того как у башкана закончится мандат от гагаузии останется одно лишь название за что очень обидно это конечно политик с большой буквы просто не даже знаете не находится других слов это просто огромный респект и уважение друзья как вам такой формат вы мне расскажите потому что мне кажется что для какой-то такой небольшой перезагрузки было бы интересно делать какие-то обобщенные разговорные видео брать например топ-3 либо топ-5 политиков из гагаузии приднестровья можно даже брать в целом по молдове но которые имеют какое-то отношение к этим двум регионам и про них рассказывать последние события из последних событий имею ввиду за последние полгода или год таким образом мы будем помнить и про их дела в том числе и мы также будем помнить пишите в комментариях ваши идеи я все читаю и обязательно все постараюсь принять во внимание с вами была аня я с вами прощаюсь если вы еще на нас не подписаны обязательно подпишитесь и ваша активность это залог нашего успеха всем пока и увидимся на следующей неделе птуре 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 а Субтитры создавал DimaTorzok